Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Из героев Паралимпийцы для ветеранов СВО в Рязани заслуженные мастера спорта провели специальные мастер-классы. Когда кадры решают, службе по набору сотрудников системы МВД 105 лет. Чистая салонча, но углубительные работы провели по программе сохранения уникальных водных объектов. Сегодня в социально-революционном центре Сосновый Бор прошли необычные мастер-классы. В первую очередь для ветеранов специальная военная операция. У них была возможность снова проявить себя, но на этот раз в спортивных дисциплинах и постараться попасть на тренировку основной паралимпийской сборной России. Стрельба из лука, настольный теннис, волейбол сидя, пауэрлифтинг. Вот далеко не полный список видов спорта, которые представили на мастер-классе в реабилитационном центре. В регионе действует широкая система поддержки участников специальной военной операции и их семей, в том числе социальная и медицинская реабилитация. В том числе вот этот центр Сосновый Бор, где мы с вами сейчас находимся, как раз сейчас полностью адаптирован под реабилитацию, семейную реабилитацию, участников специальной военной операции. У нас принят закон в области, что все участники могут три недели здесь провести, время вместе с вами близкими, и, естественно, пройти индивидуальную программу реабилитации. И, конечно, к сожалению, есть ребята, которые страдали во время боевых действий, которым нужно заново адаптироваться. И иногда даже у нас к работовым условиям, новый круг общения, новые увлечения, заняться спортом. Впрочем, все это надо отсыдавливать заново. Федеральный проект «Мы вместе. Спорт» реализует Паралимпийский комитет России. Правительство Рязанской области поддерживает инициативу. На мероприятии в реабилитационном центре Сосновый Бор ветераны СВО познакомились с известными параспортсменами из разных регионов нашей страны, которые рассказали бойцам истории своего успеха. Я участвовал в чеченской кампании в 2004 году в районе Грозного. Наступил на мину, и мне ампутировали конечность. После чего я узнал о паралимпийском движении, пришел в спорт, и добился определенных успехов, так сказать. На последней Олимпиаде в Токио мы заняли второе место. Участников встречи поприветствовал и президент Паралимпийского комитета России Алексей Рожков, который отметил, что Рязанский социально-реабилитационный центр Сосновый Бор – один из лучших в стране. Паралимпийский комитет России с первых дней специальной военной операции организует выезды наших паралимпийцев, которые прошли горячие точки, которые, к сожалению, тоже получили тяжелые травмы, приведших к инвалидности, но они добились высоких спортивных результатов. И они являются на сегодня лучшими мотиваторами для тех, кто сегодня возвращается. Ветераны СВО попробовали себя в разных видах спорта. После мастер-классов они смогут проявить себя в отборочном конкурсе на участие в тренировочных мероприятиях с паралимпийскими сборными России. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Правительство Рязанской области предлагает установить единовременные выплаты переехавшим из других регионов страны для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Такой законопроект опубликован на сайте регионального Кабмина. Размер выплаты может составить 250 тысяч рублей на первоначальный взнос по ипотеке и 75 тысяч рублей на обзаведение имуществом. Единовременные выплаты будут предоставлены работникам при соблюдении следующих условий. Проживание на территории Рязанской области, трудоустройство на условиях полного рабочего дня, заключение трудового договора с организацией не позднее одного месяца со дня снятия с регистрационного учата за пределами Рязанской области, работа в организации не менее пяти лет с датой получения единовременной социальной выплаты. Приобретаемое жилье должно быть расположено на территории Рязанской области. Кадровой службе МВД России исполняется 105 лет. За время своего существования менялось и наименование, и организационное построение, но основная задача ее оставалась неизменна – обеспечение органов внутренних дел высокопрофессиональными специалистами. Как сейчас проходит отбор на службу, расскажем далее. Начало самое обычное – заполнение документов. Андрей и Даниил – кандидаты на службу. Оба мечтали об этом с детства. У обоих родственники, что называется, в системе. И даже в графе «желаемая должность» оба отмечают инспектор ДПС. После заполнения документов мы обращаем внимание на то, что необходимо собирать документы военной врачебной комиссии, проходить ее, полиграфическое обследование проходить, и после чего уже в случае успешного прохождения всех этапов мы уже назначаем кандидатов на должность. Ну, до должности пока еще далековато. Сначала военная врачебная комиссия, или сокращенно ВВК. Врачи здесь же, в этом здании. Пару лестничных пролетов, и можно смело проходить врачей. Здравствуйте, разрешите. Проходи. На ВВК все стандартно. Терапевт спросит о жалобах, офтальмолог проверит зрение, проведет осмотр хирург. Помимо этого парням, кандидатам, нужно еще пройти психиатра и невропатолога. Так, Андрей Сергеевич и Даниил Олегович. Состоялось заседание военно-врачебной комиссии. По результатам военно-врачебной комиссии вы признаетесь годными к прохождению службы в тех должностях, в которых вас направили. Следом, самая важная проверка. Специальное психологическое исследование на полиграфе. В народе его называют просто детектор лжи. Сейчас я закреплю на вас датчики верхнего и нижнего дыхания. Возьмите в руку, обведите вокруг себя и дайте мне. Про исследование на полиграфе мы уже рассказывали раньше. Вкратце, на теле кандидата закрепляют датчики дыхания, потоотделения, давления и кровонаполняемости мелких капилляров. Полиграф фиксирует любое изменение в организме. А психолог по этим показателям определяет, соврал ли человек или нет. Тестирование идет два часа. После окончания обследования мы пишем заключение, где выносим вердикт о том, что годен кандидат к службе, либо нет. Следом, казалось бы, самый сложный этап – сдача нормативов. Однако после полиграфа вряд ли об этом можно говорить так категорично. Оба кандидата Андрей и Даниил – спортсмены, так что для них это скорее самая простая часть. Упор лежа, поднять, выполнять упражнение, приступить. Нормативов два – челночный бег и отжимания. У женщин – пресс. Норматив, что на отжимания, что на пресс – от 20. Челночный бег 10 на 10 – от 30 до 50 секунд. Задача – набрать проходной бал. Кто-то бежит в челнок чуть быстрее, но отжимается меньше. Либо, наоборот, кто-то способен отжаться 20 раз, но пробежать в челнок чуть медленнее. Все мы это учитываем в бальной системе. Вердикт у наших героев положительный. Вскоре им выдадут удостоверение стажеров, а после испытательного срока – инспекторов. Но сегодня, говорят сотрудники МВД, день еще спокойный. Обычно кандидатов куда больше. И каждого тестируют сотрудники кадровой службы МВД. В этом году подразделению кадровой службы исполняется 105 лет. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить слова благодарности ветеранам кадровых подразделений, личному составу управления по работе с личным составом за их нелегкий труд, пожелать им крепкого здоровья, успехов в службе, семейного благополучия, ну и, конечно же, везения. За 105 лет существования кадровой службы менялось и название, и организационное построение. Однако задача всегда стояла одна – обеспечить органы внутренних дел высокопрофессиональными специалистами. Много лет жители Кольнова, отправляя детей в школу, переживали за их путь. Он пролегал через заросли американского клёна, ни асфальта, ни освещения. Но в этом году по инициативе местных активистов и при поддержке администрации города Чищобу расчистили и построили освещенный тротуар. Сквер Быстрец, как его называют местные, буквально является дорогой к знаниям. Из близлежащих домов вот по этой дорожке каждый день дети идут в школу. Только дорожка здесь была не всегда. Нужно было видеть изначально, что здесь было. Заросли вот этих вот деревьев, прекраснейших деревьев, которые у нас щебечут соловьи. Многие говорят, господи, что у вас тут за чущоба такая, надо все это вырубать. Мы как жители, мы не хотим, чтобы здесь все это срубили, все закатали в асфальт. Нет, ни в коем случае. В Кольном нет у нас места для того, чтобы погулять под зеленью особенно. Вот, поэтому мы хотим сохранить, да, сквер здесь сделать, сохранить зеленые насаждения, возможно поменять, да. То есть, если мы спиливаем клёны, то мы сажаем какие-то благородные деревья. Вообще, большое спасибо администрации, да, что есть такие вот проект местных инициатив. Прошлой осенью жители дома номер 57 по улице Косимовское шоссе во главе с Татьяной подали заявку и получили долгожданный ответ реализации проекта «Быть». Это маршрут следования детей в школу. Жители просили облагородить его, подготовили сами проект. В рамках проекта была произведена расчистка территории, установлено уличное освещение и подготовлена тротуарная дорожка. То, что мы видим, лишь первый этап проекта, и его выполнили в срок. Ну, начали выполнять с начала сентября, грубо говоря, в первых числах. Был установлено освещение, соответственно, под каждый стол проложен кабель, плюс сделан тротуар. Даже то, что уже здесь проложена пешеходная дорожка, проложено освещение, да, дети могут безопасно идти в школу, как в 50-ю школу в ту сторону, как в 76-ю школу в ту сторону. Не по грязи и по темноте, а со светом. Это уже немаловажно. Такие местные инициативы – хорошая региональная традиция, благодаря которой уже преобразовались многие общественные пространства и продолжают преображаться. Главное условие – неравнодушие к тому, что вас окружает, и немного инициативности. Проект местных инициатив – это большая областная программа, которая проходит при поддержке правительства Рязанской области, администрации города Рязани. Это очень гениальная возможность, отличная возможность людей реализовать свои инициативы, свои пожелания, свои проекты. Заявка максимально лояльна к жителям, то есть очень простой комплект документов. Необходимо обратиться к нам в управление общественных отношений, телефон 956915, 956916. Мы обязательно поможем, расскажем, как это сделать и поможем оформить заявку. Всего в этом году будет реализовано порядка 50 проектов, максимальной стоимостью 3 миллиона 750 тысяч. Это сумма, которая позволяет реализовывать довольно серьезные проекты благоустройства. Стоимость реализации первого этапа благоустройства дороги вдоль реки Быстрец приближена к максимальной планке. В следующем году предстоит второй этап благоустройства. Что именно захотят увидеть люди, они обсудят с представителями администрации в рамках круглого стола уже на следующей неделе. А пока своими силами продолжают приводить территорию в порядок. В ближайшие выходные, например, жители соседних домов выйдут на субботник, чтобы очистить берега речки. Русло реки Солодчи очистили от донных отложений. К работам приступали еще в 2020 году, но закончить удалось только совсем недавно. По государственной программе сохранение уникальных водных объектов. Вот так вот река Солодчи выглядела чуть больше года назад. А это она же сейчас. Обещанного рязанцы ждали три года. Расчистка проходила несколько лет. Связано это было с тем, что проект достаточно сложный технически. У нас было два года с высоким поводком. Из-за этого работы еще не могли проводиться, потому что в поводковый период и в нерестовый период работы на реке проводить просто спрещено. Участок реки был расчищен длиной 3,1 километра. Выбирался этот участок, исходя из рекреационного использования. Только после смены двух подрядчиков проект все-таки удалось осуществить. Оказалось, что задача по очистке этого участка по плечу только опытные компании. Причем по срокам работы завершили раньше на месяц. Изначально объект планировали сдать в ноябре 2023 года. Было очень большое количество растительности водной, та, которая прорастает в илл, и начинаются процессы гниения, которые негативно влияют и на качество воды в том числе. Значит, было удалено более 130 тысяч кубометров этих донных отложений. Они были вывезены с реки. Профиль реки и продольный, и поперечный стал более комфортный для процессов самоочищения и проточности данного участка. Теперь пропускная способность русла стала больше. Да и визуально берег и вода сильно изменились в лучшую сторону. По оценкам экспертов, экологическая эффективность такой очистки порядка 10 лет. А это значит, что Солочи, или как ее еще называют «жемчужина Рязанского края», стала более живописной и привлекательной для отдыха. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани прошел фестиваль финансовых настольных игр от регионального отделения Банка России. Настолки эти необычные. Здесь игроки развивали в себе разнообразные навыки – от личного финансового планирования до основ инвестирования. Ведущий объясняет правила настольной игры «Финансовый план». Задача у игроков – не победить дракона или набрать больше всех золота, а куда приземленней – отремонтировать квартиру или купить кафе. Играется, правда, так же. Кидаешь кубик – тянешь карточку. Можно рискнуть и на вопрос ответить. Если правильно, то даже капитал свой приумножишь. В противном случае – потеряешь. А вот классическая монополия с приставкой «Рязанская». Задача, как и в первоисточнике, поднабрать капитал и разорить остальных игроков. В 2022-м охват недель финансовой грамотности составил 650 тысяч рязанцев. В 2023-м охват, говорят, не меньше. Настольные игры – это только часть недель финансовой грамотности. И в чем-то даже самая интересная ее часть, говорят участники. Определенного знаний правил не нужно. Можно просто, что называется, ворочать активами рязанских компаний и при этом повышать свой уровень финансовой грамотности. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте 3w.62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова